Азербайджан придает особое значение связям с Европейским Союзом. Об этом в Брюсселе во время встречи с Федерикой Магерини, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров. В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства высоко оценил позицию ЕС по поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Кроме того, стороны отметили конструктивное продолжение переговоров по соглашению о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном и выразили уверенность, что это соглашение даст толчок к поднятию двусторонних связей на качественно новый уровень. О том, что эти отношения могут дать Азербайджану и каким будет новое соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом, мы обсудим в рамках передачи «Актуально сегодня» с Ирханом Аляскеровым, руководителем экспертного совета Баку-нетворк. Здравствуйте, Ирхан. Здравствуйте. Наш разговор я хотел бы начать как раз таки с нового соглашения, которое стороны Европейский Союз и Азербайджан сейчас обсуждают. Хотелось бы узнать практическую сторону вопроса. Что это новое соглашение может дать Азербайджану? Что в результате подписания этого соглашения получат граждане Азербайджана? Ну, соглашение с Европейским Союзом имеет для Азербайджана большое значение с точки зрения того, что это как бы подведет черту под тем уровнем отношений, которое долгое время после приобретения Азербайджаном независимости нашло свое отражение в современном мире. Безусловно, это соглашение, подписание которого ожидается где-то в 2019 году, и процесс переговорный в этом направлении продолжается. Конечно же, интерес Азербайджана в том, что в этом соглашении были отражены наши национальные интересы, наши приоритеты и наше видение будущего взаимоотношения с Европой. Конечно же, взаимоотношение Азербайджана с Европой является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Здесь, в этом контексте, я бы хотел выделить два направления. Мы успешно развиваем на уровне двухсторонних отношений с европейскими странами, можно привести большое количество примеров. И, конечно же, сотрудничество в рамках Европейского союза и других организаций европейского сообщества. Эхамам, в Азербайджане высоко оценивают позицию ЕС по поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджанам. Но, вместе с тем, не кажется ли вам, что Европейский союз не в полной мере использует свой потенциал опросе урегулирования Армяно-Азербайджанского и Нагорно-Карабахского конфликта. Понятное дело, что они не вовлечены напрямую в переговорный процесс, но Европейский союз – это огромная сила, это масштабная экономика, это центр притяжения для стран региона. И в этих условиях создается такое впечатление, что Европейский союз готов вмешиваться или помогать до какой-то линии, но не более того. – Обычно политика взаимодействия государств Азербайджана с Европой – это процесс. И в этом процессе однозначно говорить о том, что Европейский союз непосредственно окажет военное давление на Армению в вопросе оккупированной территории – это, конечно, долгая перспектива, и ожидать этого нам в настоящее время не стоит. Мы говорим о том, что в отношениях с Европейским союзом, первое, наши приоритеты в области политического взаимодействия. Мы знаем, что Европейский союз наработал огромный потенциал развития своих стран, развития своей экономики, транспортной инфраструктуры, взаимодействия людей. И в этом контексте, конечно, сотрудничество с Европейским союзом представляет для нас большой интерес. Но я бы хотел обозначить одну из важнейших приоритетов Азербайджана – это развитие транспортной энергетической инфраструктуры, к которому проявляет интерес страны Европейского союза. И в этом контексте, конечно, поддержка технологическая, поддержка финансовая. Вы знаете, все энергоконтракты, которые подписаны и будут в дальнейшем подписаны, они требуют для того, чтобы противная сторона была состоятельной, то есть имела финансовые возможности оплачивать все затраты, связанные с приобретением наших энергоресурсов. Европейский рынок – это как раз тот самый рынок, который будет способствовать дальнейшему развитию Азербайджана. Поэтому я думаю, что вопрос развития отношений с Европой – это не только вопрос Карабаха. Хотя надо отметить, что страны европейского сообщества, Европейский союз, а также НАТО поддерживают территориальную целость Азербайджана. То есть они делают то, что в принципе нас устраивает. Ахамам, одним из самых главных направлений, вы коснулись этого момента взаимодействия между ЕС и Азербайджаном, является естественным образом энергетика. Азербайджан вносит свой вклад и в дальнейшем будет вносить еще больше вопрос энергетической безопасности Европейского союза. Да, понятное дело, что это торговля, но это не только финансы, когда речь идет об энергетике. Что еще Европейский союз мог бы предоставить Азербайджану в обмен на этот шаг, направленный на обеспечение энергобезопасности Европейского союза? Мы в первую очередь думаем об интересах нашей страны и, естественно, строя южный энергетический коридор, мы исходим из наших интересов. Европейские страны помогают нам в строительстве, ноу-хау, передаче каких-то технологий и, главное, выступают состоятельным покупателем на той стороне этих энергетических проектов. И в этом контексте, безусловно, мы должны понимать, что в Европе выработано очень много интересного для нас. Это огромный не только экономический рынок, это большой опыт создания государств, то есть создания европейских ценностей. Мы молодое государство и в то же время в Европе мы можем многое перенять в области, например, организации каких-то фирм, хотя у нас это работа есть, но есть много ценного, которое мы можем перенять у них. И этот процесс происходит, потому что европейские фирмы работают в Азербайджане, и многие вещи, которые делают наши специалисты, они основываются на европейских стандартах. И, безусловно, экономической составляющей будут не только энергетические. Вы знаете, бренд Made in Azerbaijan, он постепенно становится популярным в странах Европы. И я думаю, что это та сфера, в которой Азербайджан заинтересован, то есть экономика. Ну, безусловно, это дорога двухсторонняя. То есть, вот недавно была, завершила свою работу комиссия по двухсторонним отношениям ЕС Азербайджана. Надо отметить, что в 2015 году, приняв кое-какие резолюции, такие политизированные, они, Европейский Союз немножко охладил наши отношения. Но сейчас эти отношения восстановлены, и в ожидании открытия Южного энергетического коридора, я думаю, что потепление отношений на руку нашим странам, то есть Азербайджану и Европейскому Союзу, так скажем. Вы коснулись этого момента, мне хотелось бы его немножко продолжить. Время от времени Азербайджан сталкивается, скажем так, с некими организованными компаниями в ряде европейских стран, в странах Евросоюза, со стороны наших недоброжелателей. Конечно же, они ничего не добиваются, и это все получает достойный отпор. Но мне хотелось бы узнать ваше мнение, мне почему оно интересно. Вы долгое время прожили в Европе, в Нидерландах, если не ошибаюсь. Корни, природа этого отношения, оно все-таки имеет несколько общественный характер, или сугубо это политики и политиканы, которые пользуются моментом в каких-то интересах, может быть, их подкупают, то есть надо об этом откровенно говорить? Ну, я думаю, что это второе. Там есть определенные группы, которые выражают интересы определенных групп. Там есть экономическая какая-то выгода, так скажем, группы, которые хотят урвать что-то у Азербайджана, и для этого используют, так сказать, нечестные приемы, используют какие-то надуманные проблемы. Там есть различные христианские организации, которые изначально считают, что Азербайджан не может быть правильной страной, потому что разделяют какие-то другие ценности. Там различные группы. Надо отметить деятельность некоторых стран, которые, используя европейскую площадку, пытаются осложнять наши отношения с Европой. Надо отметить также деятельность отдельных личностей, которые свою неустроенность связывают с Азербайджаном. То есть, как лабират. Но говорить, что это общее мнение европейских народов в отношении... То есть, это не отношение европейцев к нам? Нет, европейцев, потому как я видел, во-первых, европейское население занято своими проблемами. И, естественно, некоторым политикам не могут говорить, что в Азербайджане лучше, чем у них. Им приходится высасывать из пальца всякие надуманные термины и говорить, что да, вот там, видите, еще хуже, чем у нас. То есть, указывать на нас. Тут есть различные группы, различные интересы. Но это все не фактор, который определяет наши взаимоотношения с Европой, надо отметить. Я опять же вернусь к двусторонним отношениям. Двусторонние отношения у нас налажены из Германии, из Франции, с Италией шикарные отношения. И с другими, и с Нидерландами, которые работают здесь фирмы. Очень много перспективных проектов со странами Восточной Европы. И при том очень высокие отношения. У нас был глобальный форум Баку, приехало руководство, действующее и предыдущее руководство очень многих европейских стран. То есть, они приезжают, зная, что в Азербайджане они находят хорошего делового партнера. И, безусловно, однозначно говорить, что в этом процессе учитывается мнение европейского большинства населения, я не думаю. Это элементы, какие-то группы партийные, которые хотят проявить свою значимость в структурах европейских организаций. Они впутывают всякие проблемные вещи, которые они пытаются использовать для своих политических целей. Но я однозначно могу сказать, что Европейский Союз и какие-то европейские структуры, это все-таки не отражает мнение населения. Это какие-то бюрократические структуры, это организации. Крупные такие. Крупные, которые они решают, продлевают свою необходимость существования, выносят иногда противоречивые решения и направляют это не только против Азербайджана, но и против других стран. И даже для стран, в которые они входят, например, в отношении Польши принимаются санкционные какие-то резолюции, принимаются в отношении Румынии, в отношении друг друга. Греция одно время была чуть ли не изгоем в Европейском Союзе. Вы затронули очень важный момент, что все последние годы Азербайджан развивает свою транспортную сферу. Но это уже не масштаб страны, это уже больше, чем Азербайджан. Это имеет масштабный региональный характер. Как это отражается на взаимоотношениях Азербайджана и Европейского Союза? Это тот самый случай, когда все эти возможности больше нужны Европейскому Союзу, я так понимаю. В принципе, это нужно для развития Европы, потому что Азербайджан является восточной частью Европейского континента. И связать восточную часть Европейского континента, Европу, с Азией, этой функции Азербайджан взял на себя. Притом, инициировал Азербайджан и привлекал к этому сотрудничеству и соседние страны. И я скажу, что понимание всего этого, понимание значимости Азербайджана и понимание того, что в вопросе Карабаха Азербайджан справедлив, это не требует доказательств. Вот я один пример приведу. Буквально на днях несколько депутатов Европарламента обратилось наше посольство в Бельгии с тем, что они приносят извинения за то, что каким-то образом оказались на Горном Карабахе. Из материалов, то, что они, их заявления, их обращения, они буквально говорят, что да, мы поехали в Армению, да, мы принимали в каком-то мероприятии участие, нам предложили туристическую поездку. И нас обманули, нас вывезли на Горный Карабах. Вы понимаете, вся эта деятельность, которую проводят на оккупированных территориях Армения, в Европе уже находят свою адекватную реакцию. То есть они уже остерегаются ехать не только на Горный Карабах, они уже боятся поехать в саму Армению, потому что их могут обмануть. И в этом контексте Азербайджанский министерство иностранных дел, наша внешняя политика, она имеет достаточно позитивные результаты. Хотя мы, конечно же, недовольны, мы хотим большего, но есть процесс, и в этом процессе Азербайджан выступает инициатором. Мы инициируем транспортные, энергетические проекты, мы инициируем двухстороннее сотрудничество, и мы инициируем подписание всеоблемящего договора с Европейским Союзом, который должен состояться. И я думаю, что в нем будут учтены интересы Азербайджана. К этому идет процесс. Кстати, Ильхамин, вы коснулись момента, который касался посещения оккупированных территорий Азербайджана, незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана европейскими парламентариями, депутатами. Есть еще такой момент, большинство это лица армянской национальности, но они граждане Евросоюза. Это организовывают деятельность различного рода, скажем так, компаний на оккупированных территориях Азербайджана. Вопрос эффективности этих компаний, это, конечно, отдельный вопрос, но это в любом случае нарушение. Это незаконно. И каковы ваши ожидания от Евросоюза в этом плане, что, в принципе, если они захотят, они будут это пресекать? Это в любом случае эти граждане их никогда не возвращаются в Европу, они сталкиваются с их законодательством. Видите ли вы от Европосоюза в данном случае желание пресекать это все? Ну, надо отметить, что мы имеем очень много обращений. То есть, несколько депутатов Европарламента буквально на днях обратилось посольство Азербайджана в Бельгии с просьбой о том, чтобы снять их имена с акционных списков. Их письма отражают те настроения, которые есть среди евродепутатов, которые посетили каким-то образом Нагорный Карабах. В любом случае 95% или больше это вызвано обманом. То есть, они ездили в Армению, им предлагали туристические поездки там на день, на два, и они оказывались в Нагорном Карабахе. Армянская сторона это использовала для пропаганды, якобы таким способом они как-то могут протискнуть Нагорный Карабах в состав независимых государств. Но в реальности это вызывает у Европарламента и депутатов Европарламента негативную реакцию. Они извиняются, они говорят, что это обман. То есть, само понятие, что Армения обманывает евродепутатов, это не может вызвать позитивных эмоций не только в Европарламенте, но и в общественности. Да, некоторые обманываются, да, есть люди, которые действительно хотят пойти там, я не знаю, свечку поставить в какую-то церковь. Но сам процесс политический, армянами, которые хочут использовать вот эти визиты для признания Нагорда Карабахи какого-то образования своего, этот процесс провален. Санкционный список действует. Он как элемент призывающий европейские страны к порядку, к признанию факта оккупации, он действенный документ. И эти все письма, которые поступают от журналистов, от общественных деятелей, случайно окажавших Карабахи, это все досье, свидетельство о том, что Европа не признает Нагорда Карабаха как какой-то частью Армении или каким-то независимым образованием. Это все свидетельство. И свидетельство не случайных людей, а евродепутатов. То есть со временем можно публиковать книги с перечнем людей, которые обращались. Это будет доказательством того, что европейцы не признают и будущим не признают. Это первый элемент. Второй элемент – это договор, который готовится. Я думаю, в этом договоре все будет обговорено. В том числе деятельность фирм. Фирмы еще больше уязвимы, потому что они вкладывают какие-то средства. И кто-то, предположим, построил там какой-то там, я не знаю, мотель, да, 10 человек. Он должен знать, что все его деньги пропадут. И осознание этого, я думаю, что является главным препятствием для бизнеса на этих оккупированных территориях. Азербайджан в вопросах энергетики и ряде других вопросов говорит, скажем так, с Брюсселем, как с Евросоюзом, как с единым органом. Но у Азербайджана складываются очень хорошие отношения со многими европейскими странами на двусторонней основе. Как сегодня, на ваш взгляд, Азербайджан строит отношения с ЕС? Он строит, скажем так, через Еврокомиссию, через видя это единое целое? Или все-таки понимая, что, например, нельзя отрицать, что доминантом Евросоюза является Франция и Германия? То есть есть некоторые вопросы, которые напрямую надо решать с ними, а потом уже со всем Евросоюзом. Это, вы знаете, в комплексе рассматривается, я думаю. Потому что вычленять из Евросоюза Францию или Германию, говоря о том, что мы строим отношения с Евросоюзом, или же строить отношения с Францией без учета ее ведущей роли в Евросоюзе, тоже было бы неправильно. Двусторонние отношения – это тот элемент, который является подспорьем для отношений с Европейским Союзом в целом. Брюссель – центр всех международных организаций Европейского Союза. И, безусловно, Европейский Союз – это элемент, который может дать нам общий позитив. Например, приняв в рамках ЕС какой-то документ в отношении оккупированных территорий, обязывая всех стран-участников Европейского Союза признавать этот документ. То есть нам не надо будет, отпадет необходимость ехать и говорить с кем-то, с одним государством, с вторым, с третьим по какому-то конкретному вопросу. Приняв единое решение в Брюсселе, мы обязуем всех других согласовывать этот вопрос. Другое дело – двусторонние отношения. Они имеют более приземленные отношения, потому что экономику гипотетически строить с Европейским Союзом лучше строить конкретно. То есть конкретной страной в области экономики. Хотя это все взаимосвязано. На сто процентов говорить, что именно это дает нам преимущество, а другой формат отношений не дает этого преимущества, говорить неправильно. Это все взаимосвязано. Стороны обсуждают соглашение, которое планируется подписать, которое будет регулировать на все предстоящие годы взаимоотношения Азербайджана и Европейского Союза. Сегодня, да, Азербайджан не ставит целей, не говорит о том, что собирается стать членом Евросоюза, но улучшать эти отношения, ставить их на какие-то рейсы, как минимум то, что с таким оптимизмом готовят это соглашение, говорит само за себя. На ваш взгляд, то движение к этому соглашению с Евросоюзом может в будущем столкнуть Азербайджан с какими-то вызовами регионального характера? И что надо сделать, чтобы нейтрализовать, исключить такую возможность в будущем? Нет. В будущем, конечно, сейчас говорить о том, что еще не подписанный договор может в будущем вызвать какие-то противоречия в регионе. Я думаю, что это преждевременно. Но в любом случае мы имеем дело с процессом, в котором Азербайджан выступает, первое, инициатором тех геоэкономических проектов, в которых заинтересована Европа. Притом, очень сильно заинтересован. Второе, энергетическая безопасность, как я вам сказал. Да, элементы энергетической безопасности Европы, они исходят из Баку. И здесь, конечно же, играть большую роль будет гуманитарной связи. Мы работаем с Францией в области гуманитарных каких-то проектов, культурологических. Вообще, модель Азербайджана для Европы очень интересная, потому что в бушующем мире на Ближнем Востоке Азербайджан выходит инициатором мультикультурализма, различных подходов к процессам межрелигиозного взаимоотношения, этнического взаимоотношения. Здесь целый клубок тем, беря, которые Европа, рассматривая, которые Европа может решать и свои проблемы. Поэтому здесь у нас есть заинтересованность в Европе, и у Европы есть. И не обязательно Азербайджану становиться членом Европейского Союза, потому что есть различные программы, готовится договор, я думаю, он капитально основит фундамент наших отношений с Европейским Союзом. И каждый в Европейском Союзе ищет подходящую для себя какую-то модель. Мы имеем богатый опыт истории взаимоотношений Турции с Европейским Союзом. Она около 35 лет была ассоциированным членом Европейского Союза. Она делала очень большие изменения в Турции по решениям, по рекомендациям Европейского Союза. И в конечном итоге выяснилось, что ряд стран за короткий промежуток времени, своей независимой, были приняты в Европейский Союз. Европейский Союз также является не статической структурой, динамичной. Она тоже исходит из своих интересов. Азербайджан тоже исходит из своих интересов. Что будет в будущем, как это разжится на регионе, это говорить сейчас сложно. Однозначно можно говорить, что Азербайджан в контактах с Европейским Союзом склоняет Европейский Союз к принятию тех решений, которые способствовали, первое, для урегулирования конфликта на Горном Карабахе, второе, для того, чтобы экономическая составляющая азербайджанских проектов, геоэкономических, находила бы адекватную финансовую поддержку со стороны Европейского Союза. Вы сказали о том, что азербайджан сотрудничает не только в вопросе энергетики, в целом в экономике с европейскими странами, но также в области культуры осуществляются проекты. Правильно ли я вас понимаю, что взаимоотношения Азербайджана и ЕС, это не тот случай, когда мы должны в культурной и общественной жизни перенимать весь опыт. Напротив, им есть что у нас перенимать. Безусловно, конечно же, есть вещи, которые европейцы воспринимают у нас, да, и это не зазорно, потому что в мире есть такие процессы, которые не афишируются, но они существуют. Я бы мог бы говорить о том, что и Азербайджан тоже берет очень многое, перенимает. Вот, например, я конкретно могу свой случай взять. Например, один из ведущих университетов Германии, профессор, он, как-то говоря о Нагорном Карабахе, сказал, что армяне, проживающие на Нагорном Карабахе, не имеют права на самоопределение. Это мнение было института немецкого, не на основе каких-то личностных отношений, просто они анализировали международные документы, хельсинский договор, правовые документы, и они пришли к выводу, что да, армяне на Нагорном Карабахе не являются народом отдельным. Второе, это этническое меньшинство в Азербайджане. Третье в Азербайджане живут различные народы, численность которых больше, чем армян на Нагорном Карабахе предполагал. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый они отработали. То есть, идя на контакт с Европой, мы ищем и должны искать, и находим очень много полезного, потому что тот уровень науки, который есть в Европе, да, он очень высок. Я думаю, что это для нас также тот фрагмент, над которым мы должны работать. Ну что ж, большое спасибо вам за содержательный ответ. Спасибо. Напоминаю о взаимоотношениях Азербайджана и Европейского Союза. Мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня» с Ильханом Аляскеровым, руководителем экспертного совета Баку-нетворк. До свидания.